Здравствуйте! Сегодня у нас будет видео посвящено нестандартному, то есть у нас есть было помещение такое подсобное, надо было это совместить его и сделать из него выход на второй этаж. Вот и получается, что у нас здесь надо было соорудить лестницу из подручных средств. Все, что у нас было. Были доски такие вот, а сейчас они уже имеют презентабельный вид, а до этого они лежали уже черные. На открытой площадке водой заливало, если ты скажешь, они уже просохли, где-то потрескались, но как бы быстрое решение. Ну и в принципе уже не временная, она постоянная, то есть в общем даже неплохо получилось. Единственное, что понадобилось, это труба у нас 26-ая труба здесь. Ну здесь 25-ая труба идет, и вот так вот мы соединили, так вот нестандартно. Может быть это место замуровали, заделали, но в принципе она нам не надо, то есть туда залазить. Вот такая, есть, скажем, ограничение наоборот, чтобы туда ребенок не залез. В принципе ребенок, конечно, прорезет, по сути, при желании, но вот такая вот лестница. То есть помещение здесь у нас небольшое, и вот так вот пришлось чуть-чуть извернуться с ней. Вот у нас основа сама вот идет здесь вот, это металлическая, металлическая профильная труба. Сварили, наварили такие вот, скажем, как зубцы такие, на нее же потом установили ступеньки. Вот, и самая первая, основная, скажем, ступень у нас уже идет полностью из дерева. Она ложится у нас на пол одной части, а второй части уже на саму вот этот каркас. Вот можно отсюда, здесь отсюда снять. Вот, она ложится, получается, уже этот, скажем, брус мощный, ложится вот на эту трубу профильную, и вот эта опора. Самой этой, ну и дополнительно вот, еще хотел бы уделить внимание трубам, то есть, как мы это все сделали, то есть, как прикрутили сами перилы. Перилы мы тоже уже, ну, не лаком уже покрыли, но пропиточки пропитали. То есть, такие уже, здесь у нас идет труба, надо было все это спилить по диагонали. Правда, не осталось, как мы все это делали, но вкратце могу рассказать. То есть, были трубы с запасом чуть-чуть торчали, приложили трубу, подиагнали, прикрутили. Ну, или профит там, что-то такое, чтобы у нас очертилась ровная линия. И большой болгаркой 230, скажем, чтобы одним срезом у нас срезалось. То есть, сразу, чтобы у нас, ну, скажем, как колбасу нарезать. Чтобы она четко вот так вот, щелк в одном месте. У нас был уже, как маяк стоял, у нас это, сам профиль был прикручен. И после этого, как мы спилили уже, после этого мы приварили сюда полосу. Полосу, все это покрасили трубы, обычной краской там он, черной. И потом сами перилы мы уже прикрутили саморезами вот под низу здесь. Все, и очень так надежно. Конечно, можно было их связать вместе вот здесь вот, чтобы она еще жесткость дополнительно имела. Ну, в принципе, оно и так как бы... Ну, если вдруг отвалится, потом переделываем. Тут уже схема понятна, как делать. Самое интересное, что никаких чертежей у нас не было. Все это было в голове. То есть, надо было выдумать, притунуть. В голове это все расчертить. И все это, скажем, в сжатое время. И у нас еще есть такая вот, если вы обратили внимание, вот здесь идет труба. Это у нас идет котел. Котел. Потому что у нас стоит он в бойлерной там. И вот у нас он так вот проходит. Потому что по-другому у нас никак не получалось уже пройти. Ну, в принципе, она такая блестящая. Вроде как и ничего. Особо не греется, руками можно держаться. Котел сейчас работает, потому что сейчас зима. Зимнее время, надо отапливать все помещения. Вот, и все. Мы поднимаемся по этой лестнице. Все очень прочно. И вот в этом месте, конечно, будем дорабатывать. Да, вот она вот немножко болтанка имеется. Надо было здесь полосой просто связать. Придумать как-нибудь, скажем, элегантно, красиво, чтобы все это получилось у нас. Вот. И вот у нас мы заходим, это вот одна лестница. И потом такой, скажем, у нас битачок, островок такой. Можно постоять за костах, посмотреть, помечтать. Вот. Все это с ОСБ. Ну вот, подходим. И вторая у нас уже, скажем, вот пошли. Это. Тут у нас смотровая уже. Смотровая. Вот у нас перила эти же стоят. Вот они. Это. Вот такая высота у них. И вот еще, внимание, хотел бы уделить вот этим вот вот стыкам, которые на, скажем, где стыкуются сами пор эти перила. Вот эти есть стыки, которые там, ну, запилили, это уже дело третье, скажем. Тут сполировали, но так уже, чтобы стыкануть идеально, ну, дерево, это не получается. В этом случае что сделали? Взяли просто пылатый рейк, отилки, все это перемешали в однородную массу и, скажем, как зашпаклевали эту трещину. Потом сверху покрасили протидочкой. И она стала, как такое, как все единое. Нигде рука не утепляется. Ну, время, скажем, само все отточит, подточит и потом будет отполируется. Вот такая вот смотровая. Если сверху посмотреть, ее очень мощно. И вот у нас выход на второй этаж. Установили здесь стеклянную такую вот дверь. Выход на второй этаж, смотровая. у нас там загон для птиц есть вон дальше. Открываем здесь. И сейчас. Время. Не бумаги. Время. День вами. Э.